Мусор, грязь, захламленная территория. Но ежегодные жалобы жителей этого дома номер 11 по улице Станкозаводская остаются без рассмотрения. По словам местных, приходят лишь отписки. Да и Юра, дворник вроде как есть, де-факто же его здесь никогда не видели. К сожалению, как дворника не было, так его и нет. То есть по документам есть, а так его, к сожалению, отсутствует. То есть видно, что территория не убирается, хотя мастер, который выходил недавно на территорию, неоднократно говорил, что территория убирается. Хотя это честно незаметно и говорит, что она вправе отказаться вообще от нашего дома. Местные жители дошли с жалобами до жилищной инспекции. По их словам, оттуда реакция не последовала. Поэтому ежедневно за порядком вокруг этих домов приходится следить им самим. Стараются люди избавляться от грязи, как от нечисти. Не переносят грязь русский народ. Кроме окурков, бесконечных бутылок, тряпок, пакетов и прочего мусора во дворе существует еще одна проблема. Ну тут вот из рюмочной, как она называется, выходят и сюда в туалет. Не убирается ничего. Вот видите как. Все равно все идут в те кусты и в эти. Невозможно. Даже нельзя было открыть окна. Вонь, стоящая из кустов, пугает как детей, так и взрослых. Но если с посетителем рюмочной должна разбираться полиция, то с мусором на придворовой территории явно должны совладать представители управляющей компании «Молодежный». Нашей съемочной группе застать директора организации Григория Циоси на месте не удалось. Однако он согласился поговорить с нами по телефону. Вы мне скажите, когда дворник придет, вы четко можете ответить? В течение дня дворник производит ежедневно уборку дворовой территории. Скажите, когда дворовая территория будет убрана? Я не уверен, что она сейчас не убрана. Я пошлю после 13 на 0, после обеда. Пошлю мастер, сам туда подъеду, посмотрю. И тогда уже буду иметь видение, она убрана или нет. Созвоню с дворником, если действительно там имеются какие-то неполадки. Как пояснил Григорий Циоси, за домом закреплен дворник, но четкого времени для уборки в его расписании нет. Все зависит от загрязненности участка. Я, честно говоря, не очень верю вашим словам. То, что вы там где-то что-то обнаружили, это показать вполне возможно, но мне что-то не очень верится. Я готов с вами по этому адресу в заранее договоренное время встретиться, пожалуйста. Как выяснилось позже, такое предложение от директора управляющей организации поступило неспроста. Ко встрече с телекомпанией гораздо же удобнее подготовиться заранее. Кстати, сразу после нашего визита в подъезде были убраны бумажки от хода жизнедеятельности животных. А вот вокруг дома мусор так никто и не убрал. Да, к сожалению, у нас никак в Москве. Но надо, я считаю, стремиться. Надо стремиться и, как бы, я считаю, что если бы не мы граждане, то, мне кажется, так хоть что-то порядка бы не было. Толк, что сменить управляющую компанию, вы думаете, будет от этого толк. Я считаю, все зависит от людей, а не от того, что какая бы там компания ни была. А не будет ли еще хуже вопрос. Я считаю, что надо добиваться того, чтобы все управляющие компании работали на совесть. Кроме этого, местные жители обозначили еще одну насущную проблему. Однако, к кому обращаться, они пока не понимают. Ужасные дороги. Дороги ужасные. Ни проехать, ни пройти. Дети вот на смокатах даже проехать не могут, и на велосипедах. Дороги – это совсем другая история. Но по совокупности с мусором и стихийным туалетом местным жителям кажется, что о них забыли. Даже обращения к депутатам не дали никаких результатов.